Ты же договаривался с Вассерманом об интервью. Слушай, а помнишь вот эту вот его известную фотокарточку, где он сидит такой важный, у него здесь множество-множество карманов, какие-то весюли, в общем, он весь в карманах, весь, по кругу. Он баллотируется в Госдуму в новый созыв от партии «Справедливая Россия». Есть такая шутка, что теперь Вассерману будет удобно и комфортно распихивать весь бюджет по своим карманам. Но это шутка. Но это шутка. Он честный, порядочный человек. Конечно, хорошим. Порядочный человек. Но бюджет, я думаю, что он уже по месяцам. Шалом, Роза Хайбов! С вами еженедельная итоговая программа «Два кадра», ее творческая группа, и мы, братья Ихвасы. Итак, начинаем. Сегодня вы увидите, Израиль идет на очередные, внеочередные парламентские выборы. Чего от них ждать? Внимание, небо открывается. Кому разрешено прилетать в Израиль и кому позволено из него улетать? Каково быть русскоязычным гражданином в Израиле? Опрос коренных жителей и репатриантов. Отводить евреев от Умани. Плохие рекомендации антисенита и поклонника Степана Бандеры. Больше не музей диаспоры, а самый большой и уникальный музей еврейского народа в Тель-Авиве. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты начинают дружить проектами. Подробности и суммы инвестиций. Самый умный русский еврей в гостях у знатока и интеллектуала Анатолия Вассермана. Наши рубрики Стендаптора, Неделя в истории и Комик недели. Накануне четвертых за последние два года вне очередных выборов в Кнессет, израильтяне задают вопрос, а когда будут пятые выборы? Ну подожди ты, еще осталось три дня до голосования. И в этом парадокс израильской демократии образца второго десятка 21 века. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Очень актуальная, кстати говоря, песня. Жаль, что в Израиле не все видели старый советский сериал «Большая перемена». Перемен сегодня ждет вся еврейская страна. Сегодня, за несколько дней до выборов, которые состоятся 23 марта 2021 года, никто не может дать гарантию, что это голосование станет последним хотя бы на ближайший год-полтора. Вне очередные выборы всегда признак политической нестабильности. Но нестабильность порядком надоела израильскому избирателю. А если учесть, что нынешние выборы пришлись на время эпидемии коронавируса и ее последствий, то существует опасность низкой явки на участке. Центральное статистическое бюро Израиля сообщило, что право голоса имеют 6 миллионов граждан старше 18 лет. Со временем последних выборов их число увеличилось на 102 тысячи человек за счет репатриантов новых граждан страны. Еще 600 тысяч граждан постоянно проживают за границей и не могут голосовать на выборах. Исключение составляют дипломаты и некоторые другие посланцы страны. Недостаточной активности масс одни участники предвыборной гонки боятся, другие на нее рассчитывают. Партиям, голосовать за которые ходят словно по команде и чьих избирателей на участке свозят автобусами, бояться нечего. Новым и сменившим лидеров партиям, напротив, есть чего опасаться, если люди проигнорируют эти выборы. Традиционным партиям уже почти нечем приманить избирателя. За этот короткий срок им не удалось выполнить и малой части предвыборных обещаний. А на искусственно раздутом образе врага в такой стране, как Израиль, далеко не уедешь. Результаты социологических опросов последних недель показывают, что число мандатов, на которые могут рассчитывать израильские партии, почти не отличается от того, что они сейчас имеют. Израильская политическая система рискует снова оказаться в патовом положении. Согласно последним опросам, Ликут остается самой крупной партией, получая до 30 мандатов в Кнессете 24-го созыва. За национал-либералами следует партия левоцентристов Ешатит. Есть будущее. Она по опросам и прогнозам получит 20 мест в парламенте. Партия Тиква-Хадаша «Новая надежда», начавшая предвыборную гонку с потенциалом в 20 мандатов, может претендовать на 10. Расчеты вышедшего из Ликуда, чтобы создать и возглавить новую надежду Гедеона Саара и примкнувшему к нему Зеева Элькина, заметно скорректировала предвыборная кампания. «Наш Дом Израиль», партия, за которую голосуют многие русскоязычные израильтяне, готова стать обладательницей восьми мандатов и выше. На это рассчитывает лидер партии Авикдор Либерман. Две ультрарелигиозные партии – Сефарская ШАС и Ашкенасская Ехаду Татара – стабильно получают по 7-8 мест каждое. Расколовшийся объединенный арабский список уже не надеется на былые 11-12 мандатов и довольствуется меньшим числом. Далее следуют партии-аутсайдеры, с трудом преодолевшие электоральный барьер. Среди них рабочая партия Авада, скатившаяся до 5-6 мандатов. Здесь же Левый Мерец, правая партия религиозных сионистов и некоторые другие. И, наконец, бывший блок Кахоль Лаван во главе с министром обороны и несостоявшимся премьером по ротации Бенни Ганса. По предварительным прогнозам, решающее слово будет не за лидерами политического соревнования, партиями Беньямина Нетаньяху и главы оппозиции Яира Лапида, а за правоцентристской партии Емина Нафтали Беннета. Его предполагаемые 12 мандатов, став частью того или иного политического лагеря, решат, кто наберет заветный 61 мандат и будет формировать новое правительство Израиля. Хотя и сам Беннет считает себя вполне подходящим будущим премьер-министром. Мартовские 2021 года парламентские выборы в Израиле кто-то назвал выборами во время чумы и войной двух лозунгов «Только Биби» и «Только не Биби». О чем вообще эти выборы? Такой вопрос в Израиле задают многие. И этот вопрос тянет за собой другие. Потеря или сохранение Бенемином Нетаньяху премьерского поста решит судьбу Израиля. Или только личную судьбу главы правительства, лидера партии и подсудимого по трем телам. Изменит ли лицо еврейской страны замена право религиозной коалиции и образования либерально-сионистского правительства? Наступит ли долгожданный перевес, которого будет достаточно для установления стабильной власти? Останутся ли в прошлом бесконечная беготня депутатов с партии в партию и каскад предвыборных трюков разной степени чистоты? Откажутся ли лидеры политических лагерей от своих попыток расколоть израильское общество по признакам происхождения, социального статуса и религиозной принадлежности? И сколько еще раз израильтянам, у которых сегодня насущных забот полон рот, придется ходить к избирательным урнам? На все это гражданам государства Израиля хотелось бы получить ответы по результатам голосования во вторник наступающей недели. Поэтому им ничего не остается, как встать и пойти на избирательные участки и сделать, наконец, свой выбор, о котором не придется потом жалеть. Но все это на земле, на избирательных участках, а как там в небе? Оно, наконец, открылось над Израилем? Если ты имеешь в виду авиарейцы, то, ну, тут все сложно, скажем так. Таки да и таки нет. Вполне по-еврейски. В середине минувшей недели, наконец, разрешен прилет в Израиль иностранцев и возвращение домой израильтян, оказавшихся за границей. И самим гражданам страны позволено летать в некоторые государства. Но говорить о том, что небо над Израилем открыто полностью, пока рано. По поводу признания израильского документа о вакцинации, так называемого «зеленого паспорта», правительство Израиля провело переговоры с несколькими государствами. Россия среди них наряду с Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Грецией, Марокко, Кипром, Грузией и Эстонией. Обладателям «зеленого паспорта» будет позволено летать в эти государства без сдачи теста на коронавирус и без обязательного карантина по прибытии. Снять ограничения на прилет самолетов из любых стран мира, но не более тысяч человек в день. До 20 марта в основном возвращались пассажиры из Нью-Йорка, Франкфурта и Парижа. Но борьба русскоязычных депутатов Кнессета от партии «Наш дом Израиль» и «Ешадид» за увеличение квоты возвращающихся из России и стран постсоветского пространства тоже достигло определенных целей. Эти вопросы правительству задал Верховный суд справедливости «Багац», к которому апеллировали парламентарии и юристы, представлявшие русскоязычных израильтян, не имевших возможности вернуться домой до выборов в Кнессет. И в итоге правительству пришлось пойти на некоторые уступки. Однако это также было сделано весьма оригинальным способом. Предложение зарегистрироваться на специальном сайте, чтобы получить возможность вернуться на родину, разместили за пару часов до наступления субботы и, соответственно, до прекращения работы. В результате смогли зарегистрироваться только около двух тысяч граждан из огромной массы израильтян, застрявших за рубежом. Но и в этом случае лидировала Москва. За ней с заметным отставанием шли США и европейские страны. А перед русскоязычными гражданами долго стоял заслон. Теперь, опираясь на данные о якобы скромном числе желающих, Министерство транспорта и Минздрав Израиля могут сохранять за собой право отменить тот или иной авиарейс, объявив о его небезопасности с эпидемиологической точки зрения. Аргумент не в пользу прилетающих граждан выдвинула и Шарон Эльраи Прайс, глава Департамента общественного здравоохранения. Она заявила, что нельзя допустить прививочного туризма, когда граждане страны, не проживающие в Израиле, начнут прилетать ради получения вакцины. И уже вышло распоряжение не вакцинировать прилетающих граждан Израиля, которые не проживают в стране постоянно. Они смогут получить прививку против коронавируса, когда заплатят необходимую сумму и восстановят медицинскую страховку. Вопрос открытия неба становится все актуальнее с приближением лета. Вакцинация имеет шанс вернуть к жизни израильскую туристическую отрасль. И снова мы говорим о некоторых особенностях русскоязычных израильтян и об отношении в Израиле к ним. Почему чуть что возникает вопрос о них и о их странах исхода? Вот я, например, не понимаю, ты знаешь? Я, конечно, тоже не знаю, но, может быть, знают израильские ученые и социологи? А ты помнишь бывший премьер-министр Израиля, ветеран еврейской политики, и мудрый Шимон Перес сказал, а просто они как духи. Нюхать можно, а вот пить нельзя. Кстати говоря, а мы в армии пили. Адекалон с тобой, да? Не болтай. Давай тогда понюхаем. Организация «Израильский конгресс», созданная в 2012 году Бар-Иландским университетом и фондом Менумадин Foundation, провела опросы ивритоязычных и русскоязычных израильтян на тему интеграции выходцев из бывшего Советского Союза и из Российской Федерации и стран постсоветского пространства в израильское общество. Согласно результатам опроса, 77% ивритоязычных израильтян считают, что русскоязычные репатрианты недостаточно хорошо интегрированы в израильское общество. Четверть опрошенных согласны с мнением, что само израильское общество не в полной мере принимает русскоязычных репатриантов. В то же время 40% ответили, что часто из-за культурных различий оказываются не в состоянии находить общий язык с репатриантами из бывшего СССР и Российской Федерации. Более четверти опрошенных израильтян считают, что русскоязычные репатрианты не предпринимают достаточных усилий для интеграции. И 16% самих русскоязычных респондентов поддерживают это мнение. Вместе с тем, подавляющее большинство израильтян, 65% уверены в том, что вклад репатриантов из бывшего СССР и России в развитие страны не оценен по достоинству. 34% израильтян считают, что большая часть русскоязычных репатриантов на самом деле не евреи по аллахе и 25% самих репатриантов с этим согласны. Еще один вопрос. Пресловутое русское воспитание. Половина русскоязычных и примерно столько же евритоязычных опрошенных полагают, что репатрианты из бывшего Советского Союза воспитывают своих детей в жесткой дисциплине и проявляют к ним повышенную требовательность в плане учебы. Русскоязычные репатрианты со своей стороны высказывают серьезные упреки в том, что они и их выросшие в Израиле дети недостаточно представлены в элитах. 80% считают, что выходцев из бывшего СССР и СНГ из России и других постсоветских стран слишком мало в судебной системе. 72% отмечают их почти полное отсутствие в средствах массовой информации на иврите, 71% в правительстве и 37% в системе просвещения. А 37% русскоязычных респондентов вообще обвиняют коренных израильтян в том, что это они, а не сами репатрианты, виновны в недостаточной интегрированности новых граждан в израильское общество. У нашего героя Михаила, русскоязычного еврея, в Израиле все хорошо, любит работодатель, хорошая зарплата, все нравится и даже наградили. Хорошее отношение властей к новому репатрианту и наградили. Сейчас узнаете, чем. Важно очень подчеркнуть, что вот мой опыт, что бы я ни сказал, его ни в коем случае нельзя обобщать, потому что Израиль, и это для меня было чем-то новым, он очень неоднородный. Вплоть до того, что не то, что даже в разном городе, в одном городе ты уходишь на соседнюю улицу, в соседний район, и там могут быть совершенно другие нравы, жить совершенно другие люди, с другими политическими, религиозными, национальными, соцдемографическими свойствами, убеждениями и так далее. И они могут очень сильно кардинально отличаться. Где-то тебя могут чуть ли там не закидать камнями, если мы говорим про какие-то экстремальные истории, там в кварталах Харидим. Где-то наоборот полная демократия и так далее. Полный такой либерализм вообще махровый. Поэтому мой опыт, он все равно нерелевантен, и еще в том смысле, что я попал в хай-тек среду. То есть это и компания, в которой я работаю, и люди, с которыми я общаюсь. Это относительно такая страна розовых единорогов, Японии, где, в общем-то, большинство людей очень образованные, большинство людей очень умные, прогрессивные, воспитанные и так далее, и так далее, хорошо зарабатывают, как правило. И здесь лично я практически не чувствую никакого ни даже бытового расизма, ничего такого подобного, о чем иногда до меня долетает в новостях, в каких-то там интернетах, в каких-то роликах, в чьих-то комментариях. Как правило, все-таки все понимают, что большинство людей – это алия, это люди, которые приехали, либо как минимум их родители приехали, в редких случаях их дедушки-бабушки, прадедушки-прабабушки. Поэтому больше всего я все-таки встречаю больше уважительного отношения, терпимого к языку, к недостатку языка, понимания местной особенности. Первые годы все равно очень трудно. И это во многом не потому, что вовне тебя как-то к тебе очень предвзяты или очень плохо относятся, а потому что, прежде всего, это внутренняя проблема. Ты сам еще плохо понимаешь язык, ты сам еще плохо понимаешь культуру. И большинство этих ограничений и сложностей, они имеют внутреннюю природу. Это потому что ты еще не понял, как здесь что работает, ты еще не умеешь позвонить куда-то и на хорошем иврите что-то объяснить, заказать и так далее, и так далее. То есть я думаю, это свойственно для любых иммигрантов, репатриантов в любых странах, и это не что-то специфичное для Израиля. Просто здесь общество такое очень многослойное, и между разными слоями миллион разных взаимоотношений, иногда очень сложных и противоречивых. Вот и все. А в продолжении темы давайте послушаем педагога неформального образования Сашу Клячкину. Она расскажет, как относятся к детям русскоязычных репатриантов. Я думаю, что основная проблема, если она и существует, она существует не относительно детей, а относительно родителей. Потому что все конфликты, которые возникают, они возникают после того, что дети слышат дома тот ссыл, который они получают от своих родителей. Отношение к русскоязычным израильтянам в израильстве очень изменилось за последние 30 лет, так как их немало в Израиле, и узнали поближе, и уже многие выросли с русскоязычными израильтянами. То есть если сравнить количество таких ксенофобских проявлений, которые были там в начале 90-х и сейчас, я думаю, что количества относительно меньше. Но да, безусловно, до сих пор есть немало, к сожалению, невежества относительно русскоязычных израильтян. Есть такое понятие в израильском обществе, как хинух руси, русское воспитание в семье. И оно такое двоякое. С другой стороны, оно подразумевает жесткость, строгость. Ребенок, который после школы идет на скрипку, потом он идет на профессионально заниматься гимнастикой, потом он пробивает 30 километров в бассейне, а потом он еще готовит сырники родителям на ужин. А с другой стороны, это еще и подразумевает очень высокую амбициозность, очень серьезное отношение к обучению. То есть и положительные вещи в этих стигмах есть. И часть всего эти стигмы основаны на каких-то вещах. Просто фишка стигм и минус их в том, что они, как правило, звучат как все. Все евреи, они, не знаю, любят гефильты фишки. Все русскоязычные израильтяне, они, я не знаю, шлепают своих детей, если они приносят оценку ниже 98 и так далее. И как только у нас появляется это слово «все», как только мы делаем такое обобщение, то это превращается в стигму, «б» теряет всяческий смысл. А опасность, стигма в том, что когда я принимаю это за правду, и я встречаю человека, и человек говорит, «Здравствуйте, меня зовут Саша», и я понимаю, что раз человека зовут Саша, скорее всего, это человек русскоязычный, то я сразу подхожу к этому человеку с каким-то пониманием о нем. То есть я думаю, что я понимаю, что это за Саша. Скорее всего, ее дети круглые отличники, скорее всего, она ест некошерную еду, скорее всего, ну и прочий перечень каких-то стигм. И здесь проблема. Я все-таки скорее оптимист, и мне кажется, что есть серьезные изменения. Прежде всего, тот факт, что мы об этом очень много говорим. И мы говорим об этих вопросах не только на русском. Мы говорим о русских на иврите, на английском и на других языках. Девлуз я на небо. Я имею в виду, удивляюсь я на антисемитов. Во всем у них виноваты евреи. Даже в том, что города называются так, а не этак. Господи, сколько уже раз переименовывали украинские города, а кому-то все не имется. Давайте пленочку посмотрим. Богдан Белинский, доцент Львовского национального политехнического университета, на своей странице в Фейсбуке предложил переименовать украинский Умань в честь Степана Бандеры. По его словам, который приводил журнал Лахаим, Умань – главное место паломничества евреев, следует назвать Бендер-Сити. Белинский заявил, что каждый украинский город должен называть станции, порты и самолеты в честь Степана Бандеры, националиста, который какое-то время сотрудничал с нацистской Германией против Советского Союза. Считается, что подчинившиеся Бандере отряды убили тысячи евреев во время Холокоста. «Может быть, тогда этот злой дух перестанет приходить к нам», написал Белинский. Его выражение можно отнести как к теней бывшего СССР, так и к традиционному ежегодному паломничеству хасидов и других верующих иудеев в Умань на могилу Рэбы Нахмана. Предложение доцента из Львова возникло на фоне споров по поводу присвоения стадиону в Тернополе имени Гауптмана СС Романа Шухевича, еще одного нацистского коллаборациониста. Посол Израиля на Украине Йоэль Леон выступил с протестом против подобного переименования стадиона. Но пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в ответ, что речь идет о сохранении национальной памяти, добавив, что это остается одним из приоритетов в государственной политике Украины. А в социальных сетях уже саркастически заметили, что учитывая сотрудничество Степана Бандеры с немецкими нацистами, Белинский мог бы предложить переименование Умани не на американский, а на германский манер. Почему же Сити? Можно и Бандербург, написали в том же Фейсбуке. Следует заметить, что улица Степана Бандера в Умани уже есть. Об отношении к чувствительным для евреев темам, будь то переименование улиц и городов или каких-то других изменениях в чужих странах, можно спорить. Бесспорной остается только борьба с проявлениями антисемитизма, отрицанием преступлений нацизма, с варварским осквернением еврейских кладбищ, могил жертв Холокоста, священных для народной памяти мест. Хотя и таких инцидентов в последнее время было немало. Например, в Вашингтоне был отстранен от должности офицер полиции Капитолия после того, как копия антисемитской фальшивки протоколы сионских мудрецов была обнаружена прямо на его рабочем месте. А в Гомеле осквернили свастиками и эсэсовскими зигами стены еврейского общинного дома и синагоги. На этом фоне всего лишь грустно прозвучала весть о том, что в Нью-Йорке закрылся старейший еврейский гастрономический магазин-ресторан Айзенбергс с 1929 года продававший традиционные еврейские блюда, напитки и деликатесы. Нью-Йоркский журнал Grab Street сообщил, что новый владелец этой кулинарии Уоррен Чиу не платил за аренду с начала пандемии, поэтому был вынужден прекратить работу магазина. Однако осталась большая надежда на то, что в какой-то момент Чиу сможет снова открыть этот легендарный еврейский магазин в Нью-Йорке. Ну ладно, где-то что-то наше закрывается, а где-то открывается, как говорится, святое место пусто не бывает. Ну, я бы не говорил так о магазине, хоть о старейшем замечательном. А вот о музее, собравшем реликвии еврейского народа, так сказать можно. И даже нужно. Его открытие в Тель-Авиве – это событие, о котором нельзя молчать. Так и давай расскажем. Давай. В городском районе Рома-Тавив на территории Тель-Авивского университета после масштабной реконструкции и капитального ремонта открылся уникальный музей еврейского народа «Ану» – «Мы». Это самый большой в мире еврейский музей. Общая площадь его залов составляет 7000 квадратных метров. Он создан на базе Бейт-Хатфутсот – музея еврейской диаспоры имени Нахума Гольдмана, который был основан согласно решению Всемирного еврейского конгресса в 1959 году. Здание музея диаспоры перестроено и расширено. Расширена и экспозиция. В новом крыле музея можно увидеть 600 экспонатов, рассказывающих о жизни еврейских общин мира. Ранее эти экспонаты могли увидеть только специалисты. Здесь и знаменитый кружевной воротник, который носила судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинсбург, и рукописный сценарий фильма Стэнли Кубрика «2001. Космическая Одиссея», и гитара прославленного канадского певца и поэта Леонардо Коэна, и почетная грамота, выданная императором Наполеоном III главе еврейской общины Алжира. Для обновления музея потребовались около 100 миллионов долларов. Большая часть этой суммы поступила из бюджета. Щедрую помощь Ану оказали еврейские филантропы. «Арабо-израильской дружбе крепнуть» — так, наверное, звучал бы лозунг в 60-70-х годах прошлого века. А в 20-е годы века нынешнего — это уже не лозунг, а реальность в политике Израиля и Арабских Эмиратов. Давай, Андрей, назовем это плодотворным сотрудничеством, о котором не мог даже и мечтать... Ближний Восток. Ближний Восток. Израильские и арабские СМИ живо обсуждают новости, связанные с нормализацией отношений между Арабскими Эмиратами и еврейским государством. В конце минувшей недели стало известно, что Национальный инвестиционный фонд Абу-Даби вложит в израильскую экономику 10 миллиардов долларов. Среди наиболее масштабных совместных проектов выделяются два. Это проект строительства железной дороги Хайфа-Абу-Даби, который потребует достройки около 300 километров железнодорожных путей, в основном в Иордании и Саудовской Аравии. Второй проект предусматривает строительство на Иорданно-Израильской границе совместного глубоководного порта Эл-Атакаба и его соединение железной дорогой с Адждотским портом. Оба проекта призваны ускорить и удешевить доставку грузов из Персидского залива в Европу. Помимо инфраструктурных проектов, в Эмиратах заинтересованы в инвестициях во все, что касается сельскохозяйственных и водных технологий, кибербезопасности, зеленой энергетики, финансовых и космических технологий. К нормализации отношений между Израилем и Арабскими Эмиратами присоединится израильская полиция. Решено направить в Дубай постоянного полицейского атташе Израиля в звании подполковника. У этого офицера будет и несколько подчиненных. Главная задача миссии – поддержка связи с местными правоохранителями, а также общая координация действий. Кроме того, посланцы израильской полиции в Дубае будут по мере возможности решать те проблемы, которые касаются израильских граждан, находящихся на отдыхе или живущих в Эмиратах. В Дубае поддержали данную инициативу и предложили направить аналогичную группу эмиратских полицейских в Израиль. Андрей, слушай, а ты помнишь, кто посоветовал тебе вставить в очки линзы немецкой фирмы Rodenstock? Помню. И я, кстати говоря, до сих пор сомневаюсь, какие лучше – Rodenstock или Carl Zeiss. Но народный что? Кто тебя склонил? Вассерман. Вассерман. Анатолий Вассерман. Это поразительный человек. Он разбирается не только в деталях политики и журналистики, но и, казалось бы, в областях совершенно далеких. Очки. Он даже понимает, какие нужно вкрутить вот болтики в очки, чтобы они работали и хорошо держались. Интеллектуал. А мы посмотрели, как живет интеллектуал и записали с ним большое интервью. Пожалуйста. Вот так у него откидывается приклад. Вот так он закрывается. Вот. А вот это для удобства заряжания. Сюда вы ставите десяток патронов и потом вот так одним движением их вталкиваете в магазин. Видите, тут на магазине специальное направляющее, чтобы удобно было его вот так вот вести. Но это послевоенное оружие? Да, конца сороковых. Вот. Еще из интересных фишек. Вот так сделано переключение на разные дистанции. Видите, тут эти полочки имеют разную высоту. Соответственно, в зависимости от того, какую из них вы перед собой поставите, придется наклонять оружие на разный угол. И, соответственно, пули будут лететь на разную дистанцию. Строго говоря, АК-74М. Известный также под названием АК-100. Видите, тут складной приклад. Да, я помню, заранее нажимают на кнопку, да, вот так, чтобы он складывался. Да. Ага. Вот, ну, сейчас. Ну, он не такой тяжелый, как чешский. Да. Ну, так, все-таки оружие уже следующего поколения. Это тавор израильский. Ну, правда, это вариант страйкбольный. То есть он стреляет 6-миллиметровыми пластмассовыми шариками. Там внутри есть насос с электроприводом. Вот. Вы смотрите в него. И в норме там включается подсветка. Причем оптика отрегулирована так, что точка видна на том месте, куда должна попасть пуган. Обалдеть. Нет, это все-таки держит вот так. Нет, не за магазин. Правой рукой сюда, а левой вот так. Вот технология. Да. Тавор. Да? Да. С каким оружием вы пошли бы защищать свой дом и свою семью из этих всех? Я смотрю УЗИ, ППШ, Шмайсер, АКС, АКСУ. АКС-74. АКС-74. Ну, то есть потом... М-16. На самом деле все зависит от расстояния. Ну, во-первых, стреляю я плохо. Руки с детства. Изрядно дрожат. Соответственно, брать что-то рассчитанное на снайпера мне нет смысла. Все равно не попаду. Значит, надо брать что-нибудь достаточно скорострельное и с достаточно легким боеприпасом, чтобы можно было утащить с собой побольше патронов и не жалко было их рассеивать. А это значит, что если надо защищаться вот буквально в пределах квартиры, то ППС, пистолет-пулемет Судаева, вон там он висит у меня. А УЗИ? Ну, во-первых, то, на что вы показываете, не УЗИ. Это Штайр 69-го года. Ну, УЗИ там у меня лежит на кухне со сложенным прикладом. Нет, я бы, ну, хотя, наверное, можно было бы и УЗИ, в конце концов, на малых расстояниях патрон Люгера эффективнее патрона Маузера, хотя энергия у них одинаковая, но вот на расстояниях где-то метров 10-20 люгеровский патрон заметно эффективнее. Так что взял бы его или же вот этот самый Штайр 69-го года. Ну, а на более-менее заметных расстояниях АК-74. Ну, я знаю, что автоматы Калашникова с момента их принятия на вооружение и по сей день ругают за сравнительно малую кучность, но для человека вроде меня, плохо прицеливающегося, это как раз достоинство. Он разбросом пуль компенсирует мою погрешность в прицеливании. А скажите, пожалуйста, в каком случае вы бы лишили жизни человека? Ну, я думаю, в порядке самозащиты. А вы сталкивались с подобными ситуациями? Нет, до такого не доходило. Ну, а вообще по этому поводу вспомнился дорожный плакат. Водитель, помни, фонарные столбы бьют по автомобилям только в порядке самообороны. Скажите, пожалуйста, а когда последний раз вам приходилось бить человека? Да, еще в школе, то я в той парочке драк, где довелось участвовать, старался не бить, а сгребал противника вот так вот за шею и держал, пока не успокоится. А бить практически не приходилось. Сейчас, по крайней мере, просто не помню таких случаев. А вот если бы у вас был выбор при самозащите убежать или защищаться, и знаю, что вы можете человека лишить жизни? Как, по-вашему, я с такой трудовой мозолью могу бегать? Образно говоря, но не в прямом, а я имею в виду защищаться до последнего, отступать или наступать? Когда мне в последний раз пришлось испытать довольно серьезное нападение, дело было весной 92-го года, какие-то двое мелких шпанюков попытались меня ограбить. Дело было в центре города, но вечером было безлюдно, и они полезли. Я, наверное, смог бы с ними обоими справиться, но растерялся, в драку не полез, а вместо этого сымитировал сердечный приступ, и они сбежали, поскольку влипнуть в мокруху не по делу. Им, естественно, не хотелось. Тоже вариант действенный. Заканчивая тема с оружием, вот у вас больше книжности или воинственности? Нет, конечно, книжность. Оружие – это, ну, конечно, в какой-то мере я таким образом отыгрываюсь за собственную абсолютную невоинственность, ну, а кроме того, я оружием интересуюсь еще и с чисто технической точки зрения. Там вложена в него бездна изобретательности, так что мне просто интересно знакомиться с устройством. Ну, понятно, что в стрейкбольной макете внутренняя начинка другая, но внешне все соответствует, и, глядя на него, легко восстановить в памяти то, что читал в справочниках о реальном оружии. Ну, а кое-что. Есть у меня тут несколько ММГ, макет массогабаритный. Это когда оружие изнутри искалечено настолько, что и починить невозможно, но снаружи все еще как живое. Есть и СХП, стрельба холостыми патронами, когда в стволе и патроннике заглушки, чтобы боевым патроном выстрелить было невозможно, но в остальном все сохраняется. У вас квартира напичкана всякими современными там электронными компьютерными штучками, целая серверная в квартире, и при этом висят вот эти вот отрывные календари. Это дань моде? Нет, дело не в моде. Календари я покупаю как художественные альбомы. И там на стеллаже есть даже целый штабель календарей за прошлые годы. Ну, правда, заглядываю я в этот штабель даже не каждый год, но меня все равно радует, что я могу в любой момент полезть и пересмотреть эти картины и прочие красоты заново. Ну, а вот этот календарь, например, мне подарили в этом самом объединении сплав. Я там 8 февраля, в День науки, участвовал в проведении турнира по брейн-рингу. Ну, то есть вел турнир другой человек, а я в основном комментировал вопросы и ответы. Давайте про политику. Через пару дней буквально четвертые за два года выборы в Кнессет. Как вы думаете, какие перспективы у действующих партий? Наберут ли русскоязычные партии «Наш дом Израиль» и «Эш-Атид» голоса дополнительные? Или вообще совсем по-иному вот эта карта будет разыграна? Биби удержится? Ну, Натаньяху, скорее всего, удержится, поскольку, судя по доходящим до меня новостям, кампания вакцинации прошла более-менее успешно, конечно, карантин уже во многих местах снимается, а практика показывает, на подъеме охотники голосуют за тех, кто в данный момент у власти, на спаде за оппозицию. Так вот, скорее всего, удержатся именно те партии, что сейчас у власти. Я уже не помню, кто из русскоязычных партий входит в коалицию, но у них тоже предпочтительные шансы. Именно потому, что удалось более-менее выкарабкаться из пандемии. Ну, то есть, по большому счету, ничего не изменится особо резко и кардинально. Ну, знаете, отсутствие новостей – это уже хорошая новость. А учитывая, какое сейчас хрупкое положение во всем мире и насколько сложно сейчас каждой стране, ориентированной на экспорт, поскольку мировой спрос резко упал. Если сейчас все останется по-прежнему, так это уже хорошо. То, что касается российской политики. Вы собираетесь баллотироваться в Государственную Думу? Да, по-видимому, буду. От партии «Справедливая Россия»? А вот это пока неизвестно. Во-первых, партия еще не объявила свою предвыборную программу, поэтому я не знаю, до какой степени мне с нею по пути. Во-вторых, может статься, что мне проще будет пойти самовыдвиженцем. Если удастся найти достаточно энтузиастов, готовых заняться сбором подписей, могу пойти как самовыдвиженец, а могу вообще заявиться для участия в праймере «Единой России». На самом деле, несколько людей, очень далеких от «Единой России», скажем, такой прославленный либерал-либералыч Борис Борисович Надеждин, он тоже участвовал в этих праймерах, чтобы таким образом получить себе возможность рекламироваться до начала официальной предвыборной кампании. Так что пока еще совершенно неизвестно, в каком варианте буду баллотироваться, но уже понятно, что буду. Вот в 16-м году я оказался на втором месте, тогда больше народу проголосовало за кандидата от «Единой России». Ну, он человек весьма состоятельный, так он просто не стал снимать свою рекламу после праймерис, просто оплатил ее размещение до момента начала официальной предвыборной кампании. Благодаря этому в округе все привыкли к мысли, что вот он был, один срок будет и следующий. А от какого округа? Ну, в тот раз баллотировался от округа 205, это в восточной части Москвы. Если сохранится прежняя разбивка по избирательным округам, она же время от времени пересматривается в связи с изменением числа избирателей. Если сохранится, то буду, наверное, и второй раз пытаться там же. А почему не Мосгордума? Там меньше шансов или больше? Ну, во-первых, выборы в Мосгордуму были пару лет назад. Во-вторых, те мои экономические и политические исследования, которые показывают мне, какую программу имеет смысл проводить, они относятся не только к Москве, а к стране и миру в целом. Соответственно, когда буду в Государственной Думе, буду лучше понимать, с какими проблемами надо сталкиваться и как их решать, чем если бы пошел в московскую городскую. А какая для вас идеальная страна и какой идеальный мир, коли уж вы заговорили и о стране, и о мире? А идеала не бывает. Как это у Витмина? Я не помню дословно, но вот взглянул он на небосвод и спросил себя, вот когда мы овладеем всеми этими миллионами звезд и всеми планетами вокруг них, и всеми сокровищами на них, будет ли этого нам довольна? И душа моя ответила мне, нет, мы пойдем мимо и дальше. Вот у меня есть друг, тоже по фамилии, вас называют Вассерман, а он Михаил Вассерман. И вот мы с ним разговаривали, в какой стране, около какого моря, в каком регионе лучше жить. И он сказал, Израиль однозначно. Я говорю, почему? Он говорит, там всегда есть чем заняться, там всегда есть что посмотреть. Мне, слава богу, и в Москве есть чем заняться и на что посмотреть. Хорошо. Какой для вас идеальный мир? Вот идеальная страна какая-то должна быть. Не наша, а любая другая. Я же говорю, я не считаю, что возможно достичь идеала. Как только достигнем того, что я считаю идеалом, сейчас обязательно найдется, что в нем менять и совершенствовать. Кто из ваших родственников жив, здоров и с кем вы общаетесь? Ну, общаюсь с братом и отцом. Правда, сейчас по скайпу они не могут приехать. С маминой сестрой, правда, довольно редко, поскольку она живет в одном из городков, образующих Лос-Анджелес, и, соответственно, разница по времени такая, что пересекаемся буквально на один-два часа в сутки. С остальной роднёй как-то практически не поддерживаю связи. Так, знаем о существовании друг друга и всё. Конечно, раньше, когда была возможность приезжать в Одессу, общался с мамой довольно активно, но она, к сожалению, умерла 9 июля 13-го года. Ну, сейчас я, к сожалению, в Одессу приезжать не могу. Меня там многие знают, я знаю многих из тех, кто меня знает. В общем, если я сейчас приеду, то в лучшем случае, если очень повезет, меня убьют сразу после пересечения границы. А в Ходшем арестуют и посадят на очень долгий срок, да? Или просто замучают. То есть та же смерть, но с кучей предварительных неприятностей. Вот поэтому, кстати, я уже давно не бываю в отпуску. Сейчас моя программа, единственная из политических еженедельных программ, не уходит ни на зимние каникулы, ни на летние. Вот как раз я хотел спросить, может быть, ездите там на Средиземное море? Нет. А как вам? Ну как, по Павлову лучший отдых перемена рода деятельности. То есть я для отдыха читаю что-нибудь не связанное с работой, участвую в интеллектуальных играх. Ну и кроме того, примите во внимание, что при еженедельном выходе программы я надолго уехать все равно не могу. Что это за программа, где она транслируется? Ну, программа называется «Открытым текстом». С октября 2012 года выходила на РЕН-ТВ, с января 2018 на телеканале «Известия». Ну, этот канал отпочковался от одноименной газеты. Вот, но поскольку формат сайта «Известий» не предусматривает видео, то выкладывается эта программа по-прежнему на сайте РЕН-ТОЧКА ТВ. Кроме того, текст этой программы выкладывается там же в качестве блога Анатолия Вассермана, так что на РЕН-ТВ можно меня найти и в видеоварианте, и в тексте. А какие телеканалы вы смотрите, и какое будущее у телевидения? Ну, смотрю я новостные передачи на основных федеральных каналах, ну и дискуссионные программы на них же. Ну, а по выходным, когда есть возможность, смотрю свою игру, в которой изредка все еще сам участвую. Это на НТВ? Да, и парочку таких кулинарных, автомобильных и прочих бытовых программ на том же НТВ. Это коллеги просили задать вопрос, как-то раз вам уже этот вопрос задавали. Вам на ладошку, можно вашу ладошку, кладут таблетку бессмертия. А кому вы ее, эту таблетку, дадите? Ну, если только одна, то, наверное, Путину. Это может показаться для многих странным, но именно как политический аналитик, много лет наблюдая за его работой, я пришел к выводу, что он действует в интересах страны и, насколько это возможно, в интересах всего мира. И при этом он на практике воплощает очень многие решения, которые я теоретически считаю наилучшими. Расскажите про свой день, во сколько просыпаетесь. Средний день Анатолия Васармана? Чаще всего, опять же, если нет особых обстоятельств, просыпаюсь около половины одиннадцатого, просто потому что из интересующих меня телепередач самое раннее начинается около этого времени. Засыпаю чаще всего не ранее половины третьего, опять-таки потому что самая поздняя из интересующих меня передач заканчивается около этого времени, но в промежутках читаю и по возможности пишу. Кто лучший журналист, по-вашему, в России? Ну, это смотря какая из журналистских профессий вас интересует. Если публицист, то есть человек, зарабатывающий чисто высказыванием собственного мнения по разным поводам, то Виктор Григорьевич Мараховский, Роман Олегович Носиков и Максим Юрьевич Соколов. Если участники различных дискуссионных программ, то Владимир Рудольфович Соловьев. А кто самый лучший еврей? Не знаю. С такой точки зрения на людей просто не смотрел. Кто самый полезный еврей? Тоже не берусь судить. Дело в том, что для большинства людей, которыми я интересуюсь, я вообще не знаю, кто они по национальности. Пришло время для наших постоянных рубрик «Стендап Тора» и «Неделя в истории». Итак, по порядку. Недельная глава нашей Вечной Торы, а за ней просто неделя в годах и веках. Про Паршат Цав, который мы учим на этой неделе, нам расскажет раввин Люберецкой общины Бейтмарина Маши Эстрин. Друзья, глава Цав начинается с стихара и говорил Всевышний Маше, говоря, Цав, прикажи Аарону и его сыновьям, сказав «это Тора Таула» – учение про Аллу. Жертву Фисажения. И дальше объясняется, что слово Цав – это Милошон Зеруз. То есть, это такое побуждение, когда необходимо сказать жесткие какие-то слова, чтобы они побудили бы человека к действию, призвали бы его напрячься и выполнить нужную работу. Но почему это необходимо именно здесь? И объяснение, которое дают комментаторы, что это побуждение необходимо применять всегда, когда есть хиссарон кис – денежная потеря. Денежная потеря – это то, что дается человеку особенно тяжело. И в чем же здесь денежная потеря? Объясняет Мальбим, что денежная потеря в том, что жертву Фисажения, ула, сжигается полностью. Ни одна часть из нее не приносится ни на жертвенника Всевышнего, так сказать, непосредственно, отдельно, ни, так сказать, только полностью, ни для коинов, для того, чтобы они бы это использовали. И можно сказать, что для коина – это прямая денежная потеря. И вот удивительная вещь. Речь идет про Аарона, брата Маширобейна, первосвященника, который первым был помазан служить Всевышнему. И Аарон не был бедным человеком. По лохе, когда выбирается коин-гадоль, то он должен быть либо человеком состоятельным, либо, если он не имеет состояния, то его братья коины должны дать ему это состояние, чтобы он был бы человеком небедным. Кроме того, так сказать, речь идет об одном единственном же до приношении власть и многих-многих-многих других. Неужели же действительно можно подумать, что Аарона Акоина может смутить такая маленькая потеря денег, как один барашек или один бык, который сжигает во всесожжение Всевышнему. Настолько, что необходимо призывать его служить честно и сделать все быстро и вовремя. И ответ, что никогда нельзя верить в себя. И даже такой великий человек, как Аарон, и даже такая маленькая относительно денежная потеря, они не могут каким-то образом соединившись не оказать никакого влияния. И даже Аарон нуждается в каком-то моральном подстегивании, в призыве работать быстро и четко, для того, чтобы добиться результата. И мы видим, что про отец Яаков говорит своим детям убреки в день своей смерти. И Раша объясняет, почему он не делал этого раньше. Он дает там две причины. Одна из них в том, чтобы не обесценился бы упрек. Если человек упрекает, а потом снова упрекает, то его упрек уже не слышен. Но вторая причина, она в том, чтобы его сыновья не обратили бы свои взоры на дядю, дядю Исава. И удивительно, что речь идет про Шватим, про полных праведников, сыновей Яакова, каждый из которых чистка кристалл в своих отношениях с Богом и сирийским народом. Неужели у Яакова до дня своей смерти было опасение, что вдруг, если он будет их упрекать при жизни за небольшое количество грехов, которые они сделали, а кто-то из них обратится к Исаву, человеку, который всю свою жизнь преследовал Яакова и его еврейство. И ответ – никогда нельзя верить в себя. Необходимо все время находиться на подъеме и все время находить для себя какие-то нужные слова, мотивировать себя и других, и подстегивать себя в своей работе по духовному совершенствованию. В главе ЦАВ, говорящих о жидоприношениях, много раз повторяется практически одними и теми же словами одно и то же выражение. «Буэйаса, Аарону, Бунаф, этколя дворим, ашерцева, ашем, баядмаше». И сделали Аарон и его сыновья все те слова, все те вещи, прошу прощения, до слова дворим, слова, вещи, ашерцева, ашем, баядмаше, которые наказал им Всевышний через Маше, баядмаше, в руки Маше. И Раши рекомментирует сказать о достоинствах Аарона и его сыновей Швилой и ту именно смотришь, что они не свернули ни вправо, ни влево. Удивительная вещь. В законах Баэтамикдаша огромное значение имеет точность. Нельзя забыть, что за жертву ты приносишь. Нельзя забыть, от чего имя ты приносишь жертву. Нельзя отвлечься от ощущения святости. Помещения, места в Баэтамикдаше были строго разграничены. И если человек без достаточной духовной чистоты попадал в помещение, предназначенное только для очищенных, наказание его могла быть смертная казнь. Он мог отвлечь беду на себя и на весь еврейский народ просто одним тем, что он задумался и случайно переменил руку, и случайно сделал что-то не то. Неужели, на самом деле, при этом, когда Корин выполнили всю работу в храме, надо было отдельно говорить, какие они молодцы, что они выполнили все так, как было сказано, так, как было написано. Это можно было сказать про нас с вами, но про Коринов, сыновей Аарона. И выясняется, что, оказывается, сплюнуть вправо или влево, прибавить к заповеди или немножечко недоделать, это не просто случайность, досадная помеха, но это очень сильное ецарара, очень сильное дурное начало, влияющее на человека во время выполнения заповедей. У человека есть желание сделать меньше или сделать больше. С чем это связано? С тем, что мы хотим быть хозяевами всего, в том числе и заповедей. Нам кажется, что если мы прибавим или убавим, то тем самым мы не выполним приказ точности, а сделаем как бы свое действие. Мы внесем свою индивидуальность и обязанность человека делать то, что сказано, в точности, не прибавляя и убавляя, не сворачивая вправо или влево. И это один из тех уроков, которые евреи должны были получить в Египте. Египет был школой рабства, чтобы потом евреи, выйдя на свободу, сами добровольно сделали бы это для Всевышнего, так как это делают рабы для своего господина, не сворачивая вправо или влево, не прибавляя и не убавляя. Это та школа, которую евреи должны были получить в Египте, для этого они находились там. И потом, выйдя на свободу, необходимо было сохранить память о рабстве и передать ее своим потомкам о том, что для нас сделал Всевышний и как мы ему должны служить в памяти об этом. Дорогие друзья, в наших недельных главах Тора и его икра занимаются жертвоприношением. Жертвоприношение на влите Курбан. От слова Лид-Кареф приблизиться, приближение к Богу. Но приближение результат какого-то отдаления. Откуда берется отдаление? В чем источник отдаления? Отдаление это всегда результат какого-то охлаждения в духовной работе, результат тумы нечистоты и греха. И вот написано в Торе «Вы им нефиш ахат тихте бишгага» «Если душа одна согрешит ненамеренно». И объясняют комментаторы, что здесь большое значение имеет слово «нефиш ахат» «одна душа». Когда происходит отдаление, отделение от корня, тогда появляется нечистота. Все, что прикреплено, оно не принимает нечистоту. Когда находится любой объект, любой предмет, любой человек в связи с своим источником, он закрыт от нечистоты. И мы видим это явление, например, с мацой. Есть понятие мацы-шмуры. С какого момента начинается охрана мацы, чтобы она не стала бы непригодной для того, чтобы вести паскальный центр. Чтобы в ней не было бы влаги, не было бы хамеца. Бешат-кцира с момента, когда ее срезали от основного корня на поле. До того, как она была срезана, нету такого понятия, как мацашмура, нету нечистоты, нет необходимости ее отрезать. И так же и наш еврейский народ. Пока мы вместе, пока мы соединены, пока мы едины, нету в нас дурного корня, нету в нас нечистоты, и мы цельны, и нету необходимости делать чуу, и мы близки к Всевышнему. Когда получается нефишахат, значит, отделяется от остальных, отделяется от своего корня, тогда появляется необходимость в привлежении к Богу. И наш пасхальный седр начинается с слов Айлахма Аня, когда мы приглашаем весь еврейский народ, всех бедняков, всех желающих, чтобы они пришли бы к нам на пасхальный седр, и мы соединились бы вместе через хэсет, через доброту, через сдаку, и так мы начинаем наше приближение к Богу в пасхальный седр. А теперь неделя в истории с редактором новостного портала стмеги.ком Николаем Лебедевым. Интеллектуал? Знаток. Знаток не менее вассермановского. Николай, вам слово. 125 лет назад, 20 марта 1896 года, родилась одна из знаковых персон в истории отечественного театра Цицилия Львовна Мансурова, ведущая актриса театра имени Вахтангова. Цицилия Львовна родилась в Москве в 1896 году в состоятельной еврейской семье. Настоящая ее фамилия была Воллер Штейн. В годы после революции она, получив юридическое образование, решила стать актрисой и поступила в студию как раз при театре, которым руководил Георгий Вахтангов. Студия располагалась в Мансуровском переулке, впоследствии из нее выросло современное театральное училище имени Щукина. И вот по названию Мансуровского переулка Цицилия Вандерштейн взяла себе псевдоним Мансурова. С первых же шагов на театральных подмостках ее ждала блистательная роль, ставшая одной из наиболее таких знаковых, можно сказать, в истории русского театра роль принцессы Турандот в одноименном спектакле по пьесе Карла Готци, который навсегда до сегодняшнего времени является визитной карточкой Вахтанговского театра. И если вы придете на Арбат к зданию театра имени Вахтанга, вы увидите там золотую такую, ну естественно не золото, а имитирующую золото скульптуру принцессы Турандот и считается, что как раз здесь в образе Турандот запечатлена именно первая исполнительница этой роли Цицилия Мансурова. Надо сказать, что Вахтанговский театр развивал несколько иную традицию сценического отображения сценического действия, нежели, например, художественный театр во главе со Станиславским, который развивал такую сугубо реалистическую линию. Для Вахтанговского театра была более характерна театральная игра с элементами гротеска, буфонады, там активно использовался такой нарочитый грим. с этим можно познакомиться, если посмотреть спектакли, например, ту же принцессу Турандот или известный спектакль с этушем, мещанин во дворянство часто показывает отрывки из него, там очень хорошо видна манера именно Вахтанговского театра. Надо сказать, что Цицилия Мансурова именно по своим природным качествам очень хорошо влилась именно в эту традицию и стала лицом этого театра на долгие годы. При этом еще надо сказать, что Вахтангов в начале 20-х годов был художественным руководителем театральной студии на Иврите, которая возникла в Москве. Это был первый профессиональный театр на Иврите. И надо сказать, что советские власти к Ивриту как к языку в принципе относились неодобрительно, в отличие от Идиша, потому что параллельно существовал еще театр на Идиш во главе с Михоэлсом, которому власти в то время оказывали всяческие поощрения. А театр на Иврите уехал на гастроли за границу где-то в середине 20-х годов. И в конце концов все они собрались в Тель-Авиве и был создан на основе вот этой студии при Вахтангов театре в конце концов профессиональный театр, который сейчас является ведущим как бы основным в государстве Израиль под названием Габима в Тель-Авиве. Вот такие интересные так сказать бывают дик-заги шутбины. Но Цицилия Львовна естественно к ивридскому театру отношения не имела. Она всю жизнь сложила русскому театру. И в то же время ее жизнь в кино сложилась не очень счастливо. В ее фильмографии всего три фильма, и всего один из них был более-менее известен. Это фильм 1958 года «Дорогой мой человек» по роману Юрия Германа, где действие происходит во время войны, и где Цицилия Львовна сыграла врача. Кстати, надо сказать, что Юрий Герман изначально писал эту роль под Мансурову, и врач там была еврейкой. Но его заставили переписать сценарий, потому что в то время уже государственный антисемитизм давал себя знать. И поэтому мы, к сожалению, не можем сейчас уже в полной мере оценивать творческий потенциал и уровень Цицилии Мансуровой как выдающейся, можно сказать, даже великой актрисы. Остался только этот фильм, какие-то отрывки. Но знатоки, теоретики театрального искусства будут всегда помнить эту выдающуюся женщину и ее вклад в отечественное театральное искусство. И, наконец, наша постоянная рубрика Комик-неделя. Кирилл, комичность ситуации, о которой мы сейчас расскажем, не в ее участниках, а в том, как благие намерения оборачиваются своей противоположной стороной. Помнишь расхожее выражение «благими намерениями» выстилано, выстилано, выстилано дорогу в ад. Другими словами, как не нарваться на бюрократа и можно ли его наказать? Негодяя. Нужно. В хорошем смысле. В Израиле принято обращаться в муниципальные органы власти по поводу замеченных нарушений правил общежития, загрязнения улиц, загромождения проездов, неправильной парковки машин, ну и так далее. Это ни в коем случае не считается стукачеством, а наоборот приветствуется и поощряется. Знал об этом и житель израильского города Кирьет Бялик Офер Мишаев. Он заметил рядом со своим домом брошенный кем-то строительный мусор и позвонил в мэрию. Неравнодушный гражданин предложил муниципальные службы очистки вывести мусор, а также найти виновника беспорядков и наказать его. Заявитель, разумеется, сообщил свой адрес, фамилию, имя и номер удостоверения личности, ну так положено. Инспектор явился буквально через пару часов. И первое, что он сделал, это наклеил на дверь Мишаева квитанцию о крупном штрафе за загрязнение общественного пространства. Рублем, то есть шекелем, ударили по образцовому гражданину. Афер Мишаев подал в суд на муниципалитет и потребовал 20 тысяч шекелей, около 6 тысяч долларов, в качестве моральной компенсации. В ответ мэрия заявила, что, во-первых, не в курсе действий своего инспектора, во-вторых, не отвечает за его произвол, а в-третьих, понятия не имеет о судебном иске. Я не я, и лучше не моя эта русская поговорка вряд ли поможет руководству израильского города. Отвечать ему придется, но подаст ли пострадавший гражданин еще раз сигнал о нарушениях такому городскому начальству? А жаль, порядок ведь прежде всего. Ну что же, пора прощаться. Ох, как не хочется, но время нашей программы закончилось, и теперь надо ждать конца будущей субботы, чтобы снова сказать зрителям шалом, розахайбу, вы в правильном месте, на правильном канале. Пишите, комментируйте, лайкайте, ваше внимание и наша валюта. До новых встреч, и пусть у вас все будет только хорошо. Как у этого котика. У этого спа котика. Субтитры сделал DimaTorzok